друзья хотел поделиться двумя способами методами как изучать библию и даже точнее как размышлять над словом применять ее в жизни два таких принципиальных метод первый он метод относится к тому случаю когда но ваш разум спокойно вы можете спокойно открыть легко читать а второй метод когда вам трудно сосредоточиться вы куда-то переключаетесь какие-то мысли волнения переживания какие-то ситуации немножко поподробнее первый называется меня коснулось слово то есть вы открываете слово читаете или может в наушниках его слушаете и размышляете его размышляете слушайте до того момента когда у вас что-то касается это может быть сразу произойти бывает на первом стихе бывает вам перед этим надо сначала две главы прочитать и ни о чем практически только на третьей главе вас что-то коснулось по-разному бывает бог по разному работает вот если вас что-то коснулось это как раз тот случай когда бог что-то вам хочет сказать вашему сердцу вашей жизни вот вы этот момент останавливайтесь много еще смотрите в контексте что это место означает и раз начинаете размышлять размышлять что это означает почему меня это коснулось можно так вот молитвенно разговаривать богом что это означает почему это меня коснулось почему здесь именно так написано а я как-то думаю по-другому обычно вот и после этого когда вы поразмышляли подумали об этом вы как бы для себя какой-то вывод сделали и какой-то может принцип жизненный вы пытаетесь его потом можно записать или можно как-то промолить его чтобы как-то сконцентрироваться сфокусироваться на нем и за потом идет этап когда вы ожидаете что бог будет этот принцип у вас проверять и будет это обязательно ситуация может даже частенько это прямо в этом же дне происходит или ближайшее время какое-то то есть нужно его заложить в сердце так что когда придет этой ситуации ты будешь уже поступить не по-старому как ты привык может быть как вот бог тебе сказал по крайней мере ты делаешь эти попытки возможно у вас уйдет даже не один раз не одна попытка будет такая но это тоже нормально нужно практика вот таким образом вы вырабатываете новое отношение к реальности у вас получается новое ношение но его конечно потом еще бог будет тоже практиковать давать вам возможность это первый способ знаете меня коснулось слово второй способ относится к случаю когда вы открываете библию или слушаете но не можете никак сфокусироваться у вас все время куда-то уносит мыслями это называется меня коснулась ситуации что сделать в этом случае может можно даже его используя не не обязательно в то время когда вы целенаправленно хотите читать библию и размышлять над словом когда это вот может быть во время личных ваших отношений с богом но даже просто вот вы с кем-то поругались поссорились или в течение дня у вас коснулось что-то там очень сильно вы переживать начинаете в этот момент хорошо попытаться вспомнить господь что ты думаешь по этому поводу на такие есть места писания есть места писания и таким образом вы пытаетесь через ситуацию которая вас коснулась взять слово и и внедрить его в вашу ситуацию или например вот я сегодня тоже утром слушал библию наушниках но меня немного уносило мыслями я начал делать так я беру не было римлянам четвертая глава я просто немного послушал и поскольку меня постоянно куда-то уносит я беру эти места допустим сверх надежды поверил надежды да то есть какой-то ситуации меня трудно было я видеть это препятствия поэтому думал об этом я брал это слово сверх надежды поверил с надеждою мне нужно было в плане ремонта решить одну техническую задачу я вот ну а как у меня туда уносило я говорю сверх надежды поверил с надеждой да какие-то и трудности но я господь верю что может где-то из-за препятствий проблем нету надежды но я верю сверх надежды или я называю да вот тут еще пока трудно воплотить написано не называл несуществующие как существуешь я говорю да из-за каких-то проблем препятствий тут пока ничего не существует даже мыслях мы их не существует но я но я называю это существующим это будет ремонт будет закончить таким образом это называется меня коснулась ситуация то есть в двух словах ты смешиваешь слово с твоей волнующей ситуации и вырабатываешь новые отношения новые отношения согласно слову это требует усилий потому что тебя будет отклонить то в человеческую сторону думать там переживать например ты говоришь нет вот так вот так существующая сверх надежды поверил с надеждой ну вот так я использую два таких способа да для размышления над словом первый да более спокойный разум я могу просто меня коснулось слово а второе меня коснулась ситуация